Ольга Николаевна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, какие существуют виды медицинских осмотров работников? Добрый день. Медицинские осмотры существуют предварительные, их проходят при поступлении на работу еще до заключения трудового договора. Также периодически они проводятся с определенной частотой в период времени работы. К этой категории обследований относятся также медицинские осмотры, которые проходятся в начале и в конце смены, например, для водителей. И медосмотры существуют еще внеочередные. Они необходимы при наличии соответствующего медицинского заключения, рекомендаций. Такие рекомендации могут быть даны, например, после болезни работника или по результатам уже прохождения периодического медосмотра. А для чего необходимо проходить медосмотры? Цель любого медосмотра – определить пригодность человека для выполнения поручаемой ему работы. И также предупредить профзаболевания путем выявления их на начальной стадии. Также медицинские осмотры нужны, чтобы установить медицинские противопоказания к осуществлению определенных видов работ, обнаружить ранние признаки воздействия вредных и опасных производственных факторов на здоровье работающих. Расскажите, какие основания бывают для медосмотров? Такие основания перечислены в статьях в Трудовом кодексе Российской Федерации и также в приказе 29Н. Так, в обязательном порядке медосмотры проходят сотрудники пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, детских учреждений и медицинских организаций. Также нужно проходить медосмотры обязательно сотрудникам, которые работают на производстве с вредными и опасными условиями труда. И перечень таких вредных и опасных условий труда перечислен в приказе 988Н. А бывают ли какие-то последствия, если отсутствуют медосмотры? Да, если работник отказался пройти медосмотр или, например, он уклонился от медосмотра, в том числе не прошел полностью необходимые ему обследования и осмотры, работодатель не вправе допустить его к работе. В этом случае сотрудник отстраняется от выполняемой ему работы до конца прохождения медицинского осмотра. Если же обследование должен был пройти кандидат на поступление, на работу, но он этого не сделал, то данный факт также является препятствием для оформления трудового договора. Допуск к работе сотрудника, который не прошел обязательный предварительный и периодический медосмотр, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 110 до 130 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей и физических лиц от 15 до 25 тысяч рублей. Насколько знаю, с 1 апреля приказ, на основании которого раньше проходили медосмотры, не действует, ему на смену пришел новый приказ. Вот расскажите, чем они отличаются, в чем различие у них? По старым правилам в порядке 302 приказа требовалось указать наименование вредных производственных факторов, согласно перечню факторов, также вредных производственных факторов, которые были выявлены в рамках производственно-лабораторного контроля, в рамках лабораторных исследований и испытаний в период контрольно-надзорных мероприятий, также в результате аттестации рабочих мест, так называемая специальная оценка условий труда, по новым же правилам достаточно будет указать только должность и наименование вредных производственных факторов по результатам специальной оценки условий труда. Также список контингентов на данный момент уже заменили списком работников, подлежащих предварительному и периодическому медицинскому осмотру. По новым правилам список работников организации, который должен быть утвержден и разработан работодателем, направляется в течение 10 рабочих дней, не позднее 10 рабочих дней, в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарного и педагогического надзора по фактическому месту осуществления деятельности работодателя. Также обращаю ваше внимание, то что поименный список он также остался, и он нужен только для периодического медицинского осмотра. И также работодатель его должен направить не позднее 2 месяцев до прохождения медосмотра в медицинскую организацию. Каких-то еще должностей коснулись изменения вот эти новые? Да, теперь офисные работники опять должны будут проходить медосмотры, но не все. Сейчас расскажу. Для работников, которые используют ПВМ, электронно-вычислительные машины, медосмотр потребуется. Так, в новом перечне, это приказ 988Н, есть такой пункт, который называется «Электромагнитное поле широкополосного спектра частот». Если в старом приказе 302Н, там эти частоты были с пометкой, что только при превышении предельно допустимого уровня, то сейчас, в 29-м уже приказе, и в 988-м эту оговорку уже убрали. Это означает, что сотрудники с ПВМ будут проходить все полностью медосмотры, которые попадают под этот перечень. Субтитры создавал DimaTorzok